А теперь о поддержке из семей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Детство равных возможностей. Под таким названием в Твери стартовала неделя Института коррекционной педагогики. Как свидетельствуют представители Минздрава, сегодня очень большое число детей нуждаются в корректировке тех или иных проблем со здоровьем. Такая помощь востребована. В течение пяти дней специалисты в области разных проблем в развитии проведут семинары для педагогов и родителей, воспитывающих особенных детей. В программе мероприятие посещение школ, детских садов и других центров образования. Тему продолжит наш корреспондент. Сейчас в Тверской области 5104 ребенка до 18 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья. И это разные дети, круг заболевания которых очень широк. Сейчас в регионе создана и развивается система образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. В начале мероприятия говорили о задачах, которые должны решить органы власти для детей с ОВЗ. В частности, речь шла о создании равных возможностей для образования ребят, вне зависимости от места их проживания и индивидуальных возможностей. Кроме того, требуется составить специальный план для каждого ребенка, чтобы он мог реализовать свои таланты и способности. Мы будем говорить о том, как наилучшим образом и правильно выстроить диагностику и сопровождение ребенка, как создать для него пространство развития, как ему создать наилучшие условия, какие ресурсы и возможности нужны педагогическим работникам для того, чтобы они могли полноценно, с удовольствием работать с ребятами, чтобы родители также включались в эту деятельность очень активно, потому что это очень важно, чтобы семья была активным участником процесса образования и воспитания ребенка. В течение недели сотрудники Института коррекционной педагогики РАО организуют консультирование для педагогов и родителей детей с особыми образовательными потребностями. В первый день специалисты выступили с докладом об исследованиях и инновациях в обучении детей с ОВЗ и с инвалидностью. В частности, речь идет об IT-продуктах, специальных программах-конструкторах, которые позволяют специалистам составлять обучающие программы для самых маленьких и тяжелобольных детей. Мы покажем наши разработки в программно-методическом обеспечении, в системе повышения квалификации. И, конечно, мы поговорим о проекте консультирования родителей. Институт коррекционной педагогики является федеральным оператором данного проекта, важнейшего, одного из самых значимых среди проектов поддержки семей. Во время открытия мероприятия участники говорили и о необходимости дальнейшей помощи ребятам, которые решат поступать в высшие учебные заведения или устроиться на работу. Этот вопрос уже решается на федеральном уровне. Минтрудом утверждена с нашим участием большая долгосрочная программа «Содействие занятости молодежи». И там отдельный блок посвящен ребятам с ОВЗ. И мне кажется, вот эта наша задача – нащипывать наши вот эти партнерства. За пять дней сотрудники института коррекционной диагностики посетят образовательные учреждения, а также примут участие в профессионально-экспертных сессиях, обсуждаться не только вопросы, связанные с обучением особенных детей, но и консультированием их родителей.